Здравствуйте! Прежде всего мы бы хотели поблагодарить вас за вашу бурную реакцию к ролику о ФИО. Мы рады, что вам понравилась эта рубрика и теперь она будет существовать на постоянной основе. А о каких компаниях стоит говорить, мы уже поняли, исходя из тех фирм, которые вы чаще всего писали в комментариях и которые чаще всего лайкали. О них в первую же очередь и пойдет речь. Сегодня у нас также экспериментальное видео, но уже немного другого плана. Мы планируем рассказывать вам о том, насколько качественно разные компании делают свои товары. Насколько они экономят, либо же наоборот не экономят на разных компонентах, которые вы не видите, не разбирая колонку. Ну и соответственно мы будем разбирать их и смотреть, что к чему делать, полный разбор. И первая к нам под раздачу, так сказать, попала одна колонка Harman Kardon Onyx Studio первого поколения. Да, она уже немного повидала жизнь, но тем не менее это не мешает разобрать, что находится внутри ее. И прежде чем мы начнем разбор, пару слов вообще, что она из себя представляет и с чем конкурирует. Модель 2016 года и стоимость ее была приблизительно 200 долларов. По назначению она больше, конечно, домашняя, как стильная колонка, которая станет частью вашего интерьера. Но если вы вдруг захотите взять ее с собой на природу, то это без проблем можно будет устроить, так как есть встроенный аккумулятор и до 5 часов колонка сможет отыграть в зависимости от громкости. Звучание у колонки своеобразное и обусловлено это частично тем, что есть два полноценных твиттера, то есть высокочастотника, и два полноценных среднечастотника, они же, можно сказать, и низкочастотники. Принято считать, и причем не безосновательно, что колонки JBL и Sony среднего бюджета это колонки с акцентом на низких частотах, либо же просто бухающие колонки. Те же Marshall'ы это колонки, которые не имеют какого-то явного стиля. Там плавает звучание от модели к модели. И Studio действительно оправдывает свое название Studio, насколько это возможно, конечно, для портативной колонки, так как звучание в общем счете линейное. По басу здесь нет какого-то дикого акцента на нем, он точно не бухает, и единственное, но в инструментальной музыке его достаточно практически полностью, за исключением каких-нибудь контрабасов, либо же инструментов, которые заточены именно под низкий бас. А вот в электронщине порой, конечно, баса не хватает. Но опять-таки это придирки без учета стоимости, так как за свои деньги бас, естественно, хорош. По середине это самая лучшая часть колонки, так как середина очень естественная, натуральная, и даже на высокой громкости она не имеет каких-то искажений, из-за которых звук становился бы просто противным. Он остается адекватным. Высокие частоты это отдельная история, и здесь лучше уже говорить в двух пониманиях. Если мы говорим как высокие частоты в портативной колонке за 200 баксов, то все нормально. Они не выпирают за середину за высокие частоты, не прячутся за ней, и просто адекватны. Если же говорить в абсолюте, то, конечно, хотелось бы больше детальности, хотелось бы больше прозрачности от высоких частот. Но опять-таки это уже будут просто как придирки. И в чем плюс четырех динамиков? Это то, что звучание не плоское. В тех же JBL Charge 4 был такой явный косяк, то, что не хватало как-то объема, ну не было его, и здесь-то проблема полностью отсутствует. Но ладно, хорошо, как-то лирическое отступление было уже слишком большим, поэтому начнем наконец-то разбор этой колонки. Производитель особо и не пытался как-то осложнить разбор колонки, и произвести его сможет практически любой желающий. Но все-таки мы крайне не советуем это делать, особенно если ваша колонка все еще на гарантии. И первое, что нам нужно сделать, это снять декоративную крышку. Для этого даже есть специальный разъем снизу, для того, чтобы удобнее было подцепить саму крышку. И перед нашим взором уже четыре динамика, а также пассивный излучатель. Смотрится это, конечно, прилично, но нас интересует то, что находится внутри, дальше. И вот здесь нам уже понадобится отвертка с шестигранником, для того, чтобы открутить вот эти вот болтики, мы их уже частично раскрутили, и снять аккуратно верхнюю часть колонки. Первое, что притягивает внимание в этой колонке, это сами динамики. Они большие, увесистые, и составляют большую часть веса самой колонки. Если вам вдруг понадобится их достать, заменить, то это делается предельно просто. Вы откручиваете четыре винта, отсоединяете сами контакты, они не припаянные, и достаете сам динамик, вставляете новый, и все в обратном порядке собираете. По самим твиттерам они закреплены планкой, и в данном случае это самый надежный вид крепления, из тех, которые можно только придумать. Что же касается кабелей, то здесь нет ничего сверхъестественного. Это обычные, вполне-таки тонкие кабели, но и мощность не настолько большая, чтобы требовались витые пары с мизинец толщиной. По крайней мере, они защищены, даже не совсем они защищены, в поролоновую оплетку, для того, чтобы если вдруг где-то будет тереться кабель о динамик, либо же еще бы что-то, не создавалось никаких звуков, никаких лишних вибраций. А питание поступает как от сети, то есть вот он сам разъем, так и от батареи. Вообще, на самой плате, часть которой отвечает за питание, фактически вот такая вот, достаточно большая, и занимает чуть ли не треть самой платы. Здесь особо ничего не привлекает внимание, все сделано достаточно качественно, но при этом нет каких-то моментов, за которые хочется сказать, вау, посмотрите, что они в итоге сделали, это же интересно. Далее, сам звук поступает к нам от Bluetooth-модуля, который находится вот здесь вот. И также у него есть своя антенна, которая выводится в итоге на корпус. Можете посмотреть. Далее, звук поступает у нас на ЦАП, AKM7742EM, после чего он обрабатывается. И да, у самом ЦАПе информация будет в описании. Единственное, что хотелось бы сказать, это то, что ЦАП достаточно старенький, он 2008 года, но при этом это решение намного лучше, чем какой-то китайский ноунейм. Далее, когда звук у нас уже обработан, он поступает на усилитель. Усилитель здесь используется ТПА 3116AS9F. Также о нем информация будет в описании. И к цепи усиления также можно отнести катушки, которые заклеены термоклеем, для того, чтобы не пострадали в процессе эксплуатации сами ножки. На этом, в общем-то, какие-то интересные моменты о плате заканчиваются. И все, что мы посчитали сказать нужным, мы сказали. В итоге, как вердикт, ну, все сделано неплохо, но при этом нет каких-то вещей, которые вызвали бы действительно восторг. Но мы так и не рассказали вам об аккумуляторе, который питает эту самую 60-ваттную колонку. И этот аккумулятор сейчас в моей руке. Просто 18650. Это аккумулятор в 3,7 вольта 2600 мАч. И он питает 60-ваттную колонку. Как такое можно представить? Этот аккумулятор в пике максимум выдаст, ну, ампер 30, не больше. Все. И, ладно, хорошо, если бы места в колонке совсем не было. Но, как вы могли сами убедиться, места там достаточно много. И таких аккумуляторов можно было вставить, ну, явно больше пяти штук. И их стоимость не настолько огромная, колоссальная, чтобы это настолько удорожало в саму колонку. Ну, как? Всего лишь одна батарейка. И сколько она может от нее работать эта колонка? 30 секунд? 2 минуты? По заверению производителя, 5 часов. И, будем откровенны, при средней громкости колонка действительно может отыграть часа 4. 4 часа на одном аккумуляторе. Вот таком вот. Так в чем же секрет? А секрет в том, что когда вы подключаете эту колонку от розетки, от сети, соответственно, работает в полную свою мощность. А когда вы отключаете ее, и работает только вот этот вот аккумуляторчик, соответственно, мощность ее значительно урезается. К сожалению, насколько мы сказать не сможем, но однозначно сильно. Потому что по сети поступает 19 вольт на нее, от аккумулятора 3,7 вольт. И это тот вопрос, который мы так и не смогли найти ответ. Потому что, ну, действительно, все сделано грамотно, качественно. Не сказать, что эта колонка выполнена просто вот идеально, максимально, и все, как должно быть, ну, банально питание могли вынести на отдельную плату. Ну, ладно, хорошо, это даже не столь важно. Колонка сделана нормально. Это не китайский ширпотреб. Но почему нужно было сделать именно так? Вопрос остается открытым. И на такой не совсем положительной ноте, все-таки мы закончим разбор этой колонки. Для себя вы сами решайте, насколько это правильно, насколько это адекватно. И единственная наша просьба. Напишите, пожалуйста, в комментариях, стоит ли продолжать эту рубрику с какими-то беспроводными наушниками, с теми же колонками, плеерами. И если бы вы хотели, чтобы эта рубрика жила, то скажите, что именно вы бы хотели увидеть в ней. На этом, в общем-то, все. Если вам понравилось видео, поставьте лайк. Если не подписаны, подписывайтесь. И до скорых встреч.